Здравствуйте всем, Бомбор и Сергей. У меня вопрос о нестанциональном объекте. Скажите, пожалуйста, в своем постановлении о размещении нестанциональных объектов в охранных зонах вы, значит, отменили выдачу разрешений на нестанциональные объекты? То есть было внесено изменение в постановлении? У меня такой вопрос. Почему до сих пор выдаются разрешения? Почему вы не непрестанулили выдачу разрешений в охранной зонах и на выдачу разрешений на нестанциональных объектов? Потому что ситуация такая. Кому-то звучит разрешение, кому-то запрещает, кому-то уже выданы уведомления о демонтаже, кому-то выдается разрешение на продление на 7 лет. У меня такой вопрос. В том году нас собирали с реконструкциями улиц Лапенкова, Траченко. Мы сделали, значит, провели работу, закупили материалы. В этом году, ну, мы просто не успели, так как материалы были тоже всякие, какие нам говорили, мы закупали. Значит, не успели в том году мы сделали. В этом году у нас вызвали февраля и сказали, что ваши павильоны подлежат демонтажу. То есть мы потратили деньги, небольшие деньги, большие. Сколько денег? 350 тысяч, мы приобрели струйматериал. Мы стоим в районе, в центре города, Четверкин и Краю. Как раз показывали в УШСЛ, йоги, цветы. В том году, я говорю, нас собирали, все нам сказали. Мы успели только привести в порядок этот фасад вверх покрасили. Значит, убрали рекламу. А в этом году уже просто заслужили, сказали, что вы подлежите демонтажу. Демонтаж, все. То есть вы находитесь в локальной зоне. Да, мы находимся в локальной зоне. У нас проходит канализация. У нас ни тепло, ни какой-то там гайби, ни электроэнергии, ничего. У нас, сзади парильона, у нас идет канализация. То есть, сзади парильона нашего колодца, именно городская канализация. Все остальное мы выполняем, то есть, облагораживаем, но ситуация совершенно из-за чего. Мы деньги не потратили. Мы стараемся, чтобы у нас было коммену, чтобы все было красиво, хорошо, чтобы облик, тем более, нашего района, пояса в центре города. Но вот у меня просто вопрос такой. Почему до сих пор, если вы несли изменение такое, что все в охранной зоне забыли, почему до сих пор выдаются разрешения? До сих пор выдаются разрешения. Вы тогда должны были изначально, если вы несли, значит, всем выдать, что... Ребята, вам нужно персонально выдачу разрешения, правильно? Спасибо. Спасибо за вопрос. Начнем все-таки с другого, я сейчас конкретно. Уважаемые предприниматели, я за то, чтобы бизнес развивался. И чтобы он еще больше был, я сразу скажу. Но чтобы он развивался цивилизованно. Цивилизованно, без той грязи, которая, к сожалению, еще есть вчера на входе, видели, как, значит, показывали средства массовой информации. Согласен с вами, не должно быть двойных стандартов. Значит, на инженерных сетях нельзя, значит, никого, ни для кого нельзя. Поэтому я дам команду, ни для кого нельзя. Поэтому даю на себя ответственность, ни для кого. То, что выдается распоряжение, я назначу служебным проектом. Причем, Татьяна Александровна, я попрошу вас заняться служебной проверкой. Татьяна Александровна, сейчас управление делами на меня вывешено. Значит, какие? С какого периода начали выделяться разрешения? С того года уже выдавить. Ну, будем так, я с этого года начну. Это в кому? Семь лет уже выдавить. Вот это один момент. Второй момент. Ну, может быть, еще раз говорю. Здесь опять, мы опаздываем, но здесь тоже, я понимаю, что нам нужно вот не точечно по одному павильону ставить, а в ряды ставить. Чтобы один был дизайн. Соответственно, мы предложили площадку, которая есть. Мы говорим о том, что будем помогать ставить. Дизайнеры должны быстрее, вот этот ход, окончательный совет предпринимателей. Я готов на следующей неделе. Следа, четверг, совет предпринимателей. Свет Михайлович, проводим. Проводим. Не будем там опять в сторону. Предсовет предпринимателей. Еще раз. Соответственно, ход, который архитектурно-художественная реклама. Как должны выглядеть павильоны, нестационарные. Как первые этажи должны выглядеть здания. Это все на следующей неделе мы сейчас говорим про рову. Татьяна Александровна проводит неофициальную проверку, не докладывая о том, кому выдали, кому не выдали. Это, кстати, вопрос был на одной встрече с предпринимателями. Почему этим можно, почему нельзя? Согласия нельзя. Не хочу опять никого, ничего личного говорить. Поэтому будем разбираться. Значит, я услышал, что сумма 300 тысяч. Заявляйтесь в программу. Она компенсирует вам расходы. Сумма у нас 600 тысяч есть. Я сказал, чтобы не тянуть резину моим подчинерам. Пакет документов собирайте. С краем веду диалог. Дайте нам еще, да, предприниматель, для развития бизнеса. Вот там другой момент всплывает. Я просто не хочу его озвучивать. Некогда предприниматель не съем. Выгодно вот так. Тут кто-то один кин человек числится. Тут отричен. Я просто стимули поднимаю.